Всем привет! С вами Маргарит Вульф. Так вы все меня знаете. А вообще, меня зовут Маргарита, и это первое моё полноценное видео на Ютубе. Я очень долго к этому шла, и до сих пор мне ужасно страшно. Я долго думала, о чём будет это первое видео. Полгода я думала. И в этом видео я расскажу, как я много ходила по горам, промокала и много кушала. Мне сделали два сэндвича без одного. Это видео будет о том, как я впервые съездила в Турцию. Поэтому сейчас вы все завариваете себе чаёчек. Я надеюсь, что видео будет долгим. Вот, кстати. У меня здесь стоит чайник с чашкой. И я буду пить из турецкой кружечки, которую я сюда привезла из Турции. Оно же всё-таки видео про Турцию. Не знаю, зачем я её себе купила, но я решила, что у меня должна быть с турецкой чашкой, с подносиком. Всё чётенько. Хотя вообще они идут без вот этого вот в основном там. Но мы же привыкли вот к этим ручечкам. Как вообще так вышло, что я поехала в Турцию именно зимой? Когда холодно, когда в море ты особо не покупаешься. Я изначально планировала поехать в Турцию к своей подруге Вике. Но билеты сейчас в Турцию дорогие. Как-то одним прекрасным вечером я листала онлайнер и увидела, что сейчас на Белаве распродажа билетов. И оказалось, что ехать зимой в Турцию может быть очень дёшево. Вот. И в этот же вечер я купила билеты из Минска в Стамбул. И потом сразу же обратно купила. Ну, правильно. А то, если я не уеду, грустно будет. Меня, наверное, потом депортируют, если не уеду. Наверное, даже только месяц можно быть в Турции. Каково это вообще ехать без турфирмы? Без турфирмы ехать немножко стрёмно. Особенно, когда ты нигде никогда не был, не ездил без этих турфирм никуда. Я, наверное, ездила... Да никуда я не ездила с турфирмы. Очень необычно, когда тебе нужно самому купить билеты, нужно самому понять, где ты будешь жить, что ты будешь смотреть и так далее. А я решила посмотреть в этот момент Турцию по максимуму. Потому что была я много где. Действительно, очень даже много где. И, наверное, хотелось бы... Хотелось бы в следующий раз, когда я поеду, не делать так больше. Потому что я составила план, где было чётко в городовском документе написано, в каком городе и где, куда я еду. Чуть ли не по времени. И, естественно, этот план, он вообще пошёл не по плану. Оказывается, план мог идти не по плану. Поиск, я задумал, да. Да, это очень странно никогда не вести формат влога. И потом уже в Турции начинаю снимать первый влог. Так что я буду что-то вставлять периодически. И извините меня за качество, за звук и за то, что я говорю абсолютно неинтересную фигню. Потому что я не знала, что говорить в этот момент. Мне хотелось только говорить красиво и кушать. И всё. А, и ещё и котики. Да. А в Турции котики включены бесплатно. Итак, вначале я прилетела в Стамбул. Я пропущу тот момент, что я никогда не летала на самолётах. А нужно было здесь лететь почти 6 часов. Нам ещё и самолёт задержали. А 2 часа. Но, как бы, ладно. Прилетаешь ты в Стамбул первый раз в жизни. В аэропорт, где ты нигде, никогда не был. Ты не знаешь, куда идти. Ты не знаешь языка. Я плохо знаю английский язык. Самый первый неприятный момент в Турции был в том, что сразу же в аэропорту меня надурили с курсом обмена валюты. Вот я знала, что очень сильно дурят туристов. Но если бы я прошла хоть немножечко дальше, возможно, меня бы не так сильно надурили в тот момент. Тебе нужно сориентироваться, понять, куда сдать багаж и всё прочее. Потому что мне нужно было пересаживаться до Анталии. Мне нужно было уйти с международных рейсов на внутренние и каким-то образом пересесть. И я вообще этого никогда в жизни никогда не делала. Никогда в жизни никогда не делала. Вау. Я никогда не думала, что у меня будет акклиматизация. Потому что никогда в жизни ни разу я этого не испытывала. Но оказывается, всё бывает первый раз. Здесь немножко другая сторона всех этих полётов в Турцию. Ну и вообще полёты в другую страну. Я сейчас, получается, в отеле. Я лежу вообще без сил. Я так плохо. Вот это или акклиматизация, или ещё что-то. Я надеюсь, что я не заболела. Потому что сегодня, когда мы гуляли, я прям чувствовала себя просто ужасно. Было ощущение, что я упаду просто на месте. Но пока что нормально. Так что вот приехала раньше в отель. Отлёживаюсь. Надеюсь, что, грубо говоря, сегодняшнего дня отлежать мне хватит, чтобы жить дальше в Турции. И вот уже, начиная с этого, план пошёл мне по плану. Потому что я просто каких-то первые пару дней провалялась в кровати. Грустненько. А когда ты валяешься в кровати в Турции, когда ты понимаешь, что тебе надо отдыхать, начинает казаться, что ты будешь просто там сидеть, вечно лежать в этой кровати. И ты такой думаешь, боже, зачем всё это вообще надо было? Зачем я сюда приехал? Ну, потом мне начало становиться лучше. И всё, мы поехали выполнять наш план. Хочу рассказать на момент, что первый вечер, когда я приехала только в Турцию, я приехала в отель. Мне нужно было увидеться с Викой. Я быстренько помыла голову. Вика — это моя тикток-подружка, с которой мы общались уже больше года. Только в тиктоке и в инстаграме. Видели друг друга практически каждый день в тиктоке, но никогда в жизни. И когда мы увиделись впервые, я никогда не забуду это, когда я спускалась по лестнице, я просто её уже сдалека видела, и я понимала, что у меня подкашиваются ноги. Я первый, наверное, час, когда с ней находилась, у меня вот так вот всё просто тряслось. Очень-очень странное чувство, когда ты никогда не видишь человека вживую, но очень хорошо его знаешь, и вдруг в какой-то момент ты его видишь не в экране. И Вика меня завела сразу в потрясающее место попробовать турецкую кухню. Вот я, по-моему, ела курицу карри, что-то такое. И, естественно, я там сразу же встретила котика. Очень был миленький котик. Где-нибудь здесь я прикреплю фотографию. Он был косоглазенький котик. Милый, приятный, рыжий, косоглазый кот меня встретил. Я заранее извиняюсь за количество котиков в этом видео, потому что их будет много. Я их снимала на каждом углу. Мне казалось, что только животных. То котиков, то собачек. И также на второй день пребывания в Турции мы просто кушали с Викой и её друзьями. Кусно? Кам ты турки, хабиби! Короче, я лок. Мы тут снимали, а я взяла дурацкий провод. Вот и всё. У нас видео теперь без звука. Будем накладывать. А я лох, потому что я смотрю вон туда. Да, я тоже, кстати, настрю. Надо скорее туда. Просто надо, да. Ты рада, что ты приехала? Очень безумно. Я не понимаю немножко, что я тут, конечно. Пока что за ладно. Мы просто сидим где-то там в Минске, наверное, да? Ну, как бы туда. Ну, и тут это, ну, как бы, листами пальмы. Вика пьёт чай. Учит меня пить горячий, горячий чай. Какая-то там чё-то чок. Нет, чок тут не надо. Какая разница. А ты тоже? Ага, не знаю. Да. Эвэт. Ага. Эвэт. Она что-то сказала, но ты лист мне фигня. Если мы сейчас чокнемся этими чашками, это будет просто тумач. Ну ладно. У меня Вика привела в магазин, сколько ненужной фигни. Какие тут эти штуки. Сама выбирает там что-то явно себе. Смотри, какое. Вика снимает опять серёжки. Сколько можно, да? Сколько можно. Вика, давай, скажи привет. Вика! Иди сюда. Мы не фоткаемся. Мы видео снимаем. А, это везёт? И, впрочем-то, и всё, потому что я себя плохо чувствовала. Но я вечером тоже захотела пойти в ТЦ, посмотреть на турецкое всё и так далее. Но в ТЦ я чуть несколько раз напала в обморок. Я перешла в торговый центр. Здесь грибы в ТЦ. Очень сильно, кстати, напоминает Скайрим. Как будто бы, да, такие котики включены бесплатно по всей Турции. А что делаешь? Ты водичку пил? Иди. Мяу. Второй день моего пребывания в Турции. Мы пошли гулять на пляж. Там тоже зашла в очень классную кафешку. Всё, буду греть сейчас своё горло. Тут котики тоже лежат. Маленькие котики. Такие. Спить. Ты спишь? Ути, привет. Готовят мой мини-мен. Сейчас кто-то будет кушать. Кушать. О, на сковородочке. А вот это, собственно, мини-мен. Мини-мен, мини-мен. Вика сказала мини-мен. Булки. И много булок. Короче, это просто огромная порция какая-то. Или я что-то неправильно сказала. И мне сделали два сэндвича без одного. Но уже, в принципе, вот этим всем можно наесть. Я сейчас тут остановилась, чтобы цены посмотреть. Такая типа хобана. Так сейчас надо цены посмотреть. А потом я на секундочку поняла, что я не туда смотрю. Море. Вот. Да. Конечно, оно такое буйное сейчас. Прям вау. Голуби тут все какие-то не такие... Какие-то они дохленькие. И какие-то все одинаковые. И как выцвешившие на солнце. И голуби. Ну и, собственно, вот такое сегодня у нас. Неспокойное море. Красота. Мне это даже больше нравится. Каблики. Много кабликов. А я вообще иду в отель, потому что я наступила в единственную лужу. Вот. И у меня мокрые ноги. Ну, там реально, там единственная лужа была вот в этих вот всех. И я наступила. Всем спасибо. Я пойду в отель. Как вы думаете, этому коту свезет поймать вот этого голубя? Я думаю, нет. Я думаю, вообще без шанса. Ну, давай. Я в тебя верю. Какой-то дядя. Тут написано, что он какой-то капитан. Капитан какой-то Мустафа. Привет. Капитан Мустафа. Кот, кстати, голубя не поймал. Все, будем наверх. Поднимусь. Колоритненько так играем. Башенька раз. И потом так тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк поворачиваем. Экскалибр. Экскалибр. Башенька два. Раз. Раз. Все эти собаки здесь, в отличие от котов, они какие-то огромные. Просто вообще, просто большой пес. А еще они все как будто бы чупированы. На ухе какая-то штука. Да, пес? Чтобы не быть голословной о больших и толстых собаках. То есть, большие все и очень толстые. Их очень вкусно. Ты вообще булка какая-то. Это штормовое море намного красивее, чем обычное море. Потому что обычное море, это просто водная гладь. А там, как бы, волны, ветер. Бьются волны от скалы. Все очень круто, все очень классно. Как картинки из Пинтереста. Мне интересно, если в эту погоду сейчас пойдут сюда люди сидеть. Им так кайфово будет. Вот. Потому что их полностью обольется. Вот-вот-вот я об этом говорю. Прикиньте, там кто-то сидит, так хобана волной накрыла. Помылся и пошел дальше гулять по Анталии. Какая-то непонятная рука. Это, знаете, типа солнце встает. И оно будет вставать, как из руки, как будто бы. Я нашла нормального голубя. Ну ладно, хватит о животных голубях. Статуи. Какие-то статуи. Каких-то львов. Еще статуи. Я буду верить в то, что это не собака, а волк. И вот там. Ууу, куда ты смотришь? Уже на следующий день мы поехали на первую точку, которую я вам еще дальше сейчас покажу. И очень было странно на дорогах видеть такой вот момент. Во-первых, там все гаишники и вообще все службы, будь то скорая помощь или кто-либо еще, они всегда ездят с проблесковыми. Для белоруса, кто живет в Беларуси, это вообще проблесковые, это вау, остановись. Не ехать дальше. Но оказалось, что нет. Это значит у турков, что они просто вышли на работу и включают проблесковые, чтобы было ясно и понятно, что всем привет, я сейчас работаю. И еще я где-то здесь прикреплю, не знаю, здесь, здесь, я еще не решила, прикреплю фотографию. В Турции очень много где, есть, наверное, везде, есть знак 82. То есть иногда машина может ехать 60, 70, 50, 40, 100, 110, 90 и резко 82. Это очень странно, я нигде такого не видела, чтобы вот так вот машина ездила 82. Ну, просто 82. Может, это какое-то счастливое вещество. Собственно, сейчас уже третий день моего пребывания в Анталии. Вот, сейчас пойду куда-то вкусно кушать. Там горы, вот, там горы, тут уже так тепленько. Но я одета, тепло, потому что у меня очень холодный отель. Вот, так что пойду кушать. Какого-то во дворе перестают вот такие красивые лимоны. Красота. Такая, прям вот чек. Здесь кто-то очень красивый себе верандочку сделал, все такую цветную. Вот можно взять, позвонить в чайку, если вам надо. Вот, видите, и позвоните в чайку. Я только что в меню нашла салат из овчарки. Я теперь поняла, почему здесь все такие собаки огромные. Они их вот для этого откармливают. Ну, ладно, мне просто меню перевел под переводчик, скорее всего. А вот принесли мою кухню. Кухню. То сброс. Посмотрите, какой красивый декор. Что красиво. Вот, можно, кто хочет сесть пошить машинку швейную взять, выбирать любую машину. Какая нравится, какому хочешь. Тут еще есть печатные машинки, можно сесть и попечатать. Собственно, вот так. Котка, конечно, нелетная, но что-то делать. Уши закладывают, вау. Чем выше. Ко мне пришел собакен. Эй, собакен, покажи свою мордочку. Собакен. Какой ты красивый. Зеваем? Зеваем. Такие красивые панорамные у нас тут виды открываются. Ай, солнышко. А еще я шишечку нашел. Красота. Мы сейчас приехали в какую-то деревню. Будем подниматься наверх. Очень-очень высоко. Здесь башенка красивая. И вот куда-то туда нужно будет подняться. Тут какие-то развалины. На меня гавкает собака. Мамочка, как страшно. А бы не загрызла. Длинный сначала на машине по горной дороге. Подъем в гору, где я увидела горных козликов. Ну как, они явно домашние, но... Кого это волнует вообще? Главное, козлы. Немножечко в горах присели отдохнуть на какой-то камешек. Вот, сейчас вам покажу горы. Горы. Ой, дальше еще пилить-пилить наверх. Вот по такой красоте. Дерево гладкое и крыласное. Классота. Блин, надо другое слово придумать, не только классота. Ой, тяжко тут ходить. Такое чувство, что сейчас здесь выпрыгнет какая-то пантера. Хотя тут вряд ли будут пантеры, но чувство есть. Но птички определенно здесь летают. Я нашла горный цветочек. Мне очень хочется записывать интересный влог, но, честно, я готова только виды показывать. Потому что это вау. Это классно. Итак, мы пришли, куда шли. Вот тут кто-то даже расположился что-то покушать. Вот. Постройки. Отдыхают люди. Местные поднялись так на вершину горы и сидят теперь. Чилят. О, кто-то уже видит лицо. Я вижу лицо. Так вот здесь можно идти и немножечко упасть. Я не знаю, я боюсь смотреть, что там. Но я вот так вот телефоном потом посмотрю. Амфитеатры. Старые заброшенные. Мы сейчас приехали в древний город мира, но он оказался закрыт, потому что до 17.00. Вот. Зато можно полюбоваться сдалека развалинками. Ну ладно, бывает. Зато красиво. Какие вы два маленьких пупсика хорошие. Два пупся. Пупся раз, пупся два. Пупся два кусается. Закрыт. Почему? Потому что... Почему? Потому что просто в Турции все очень рано закрывается. А тем более не сезон. И зима. Дальше мы поехали на гору, которая называется Химера. И нас ждал очень стрёмный подъём, который вымощен из огромных камней, сделанных по типу как лестница. Пока ты поднимешься полтора километра в гору по этим камням, которые не просто как маленькая лестничка, а это больше... Огромная такая лестница, когда тебе ногу нужно прям поднимать и наверх ползти. Непередаваемое ощущение. Ночью за счёт природного газа вот такие получаются огни в горе. Тёпленько. Но, возможно, они зажигаются не за счёт природного газа, я так думаю, а за счёт того, что какой-то турок бегает здесь, поджигает их. И вот они горят. Вот так. Очень тёпленько, очень колхотненько. Можно погреться, послушать, как шумит огонь. Но реально, мне кажется, что их поджигает. На вот эту гору Химера люди приезжают, жарят маршмелки, просто сидят, смотрят на этот костёр. А вот это уже внизу горы Химеры. Вот такая вот тут зона отдыха. Кстати говоря, вход платный. За то, что вы будете подниматься километр вверх по отвесной скале по ужасному камню, вам ещё нужно будет заплатить 25 лир. Через вот уже два подъёма уже не хотелось ничего, если честно, смотреть. Но ты, когда поднимаешься куда-то, смотришь на эти все прекрасные виды, и ты понимаешь, что просто вот это того стоило. Это было очень круто, очень красиво и очень классно. Четвёртый день мы решили съездить в новый античный город, который назывался Термисос. Вот это было незабываемо. Вход в него бесплатный, там есть в начале подъёма в гору место, где можно припарковаться, просто посидеть, отдохнуть, покушать. Вот здесь вот у нас Термисос. Сидит солнышко. Кстати, так тут прохладненько, в горах. Тут ещё где-то есть античный амфитеатр античный, это театр. Вот так что. Сейчас буду смотреть. Развалины. В горах. Красота. Всё такое красивое, заросшее. Птички поют. Немножечко, конечно, холодновато. На вершине почти до интермисоса. Такая вот. Такая вот лепота. Такие вот виды. Ты начинаешь ходить по всем этим туристическим тропам. Очень всем советую, потому что это, наверное, второй античный город, который мне настолько сильно понравился. Мне открылись шикарные виды, которые я бы, наверное, не увидела, если бы я не решила туда идти. Просто я на два километра поднялась в горы и видела уже, как люди ходят там, где ходят все туристы, а я немножко над ними. И, наверное, никогда в жизни я не была так высоко в горах. А вот и сами развалины термисосы, античный театр. Вот такая штука. Очень-очень высоко. Очень высоко, очень тяжело подниматься. Следующие локации, которые мы решили посетить, это была пещера Караин. Там даже есть какие-то наскальные рисунки. Это очень скользко, очень страшно, но достаточно так интересненько и красиво. Я никогда не была в пещере, уж тем более такой большой. Но единственное, что радовало, что я до этого за день в деколтоне купила себе кроссовки. И я везде лазила уже не в скользких кроссовках, а в таких каких-то специальных прорезивленных. И нигде не могла упасть. Она если бы упала, было бы, наверное, грустно. По крайней мере, там кто-то уже до меня подскользнулся на какашках летучих мышей. Жалко этого человека. Как говорится, посмотрели пещеру. Теперь можно спуститься и все спокойно поснимать. Потому что, когда поднимаешься, тут ужасно высоко, ужасно тяжело подниматься. Вот, виды, конечно, потрясают, открываются. Но вот по этой всей фигне это еще хорошо подниматься. Тут есть ступенечки. Но когда ступенчиков нету, это, конечно... Ну ладно, чего. Зато пещера была классная. Пищали очень противно летущие мыши. Но как бы все пережили. Хе-хе-хе. Какое большое алое. Алое. А еще большие кактусы. Вот надо еще кактус потрогать обязательно. Караин, караин. Мы уже там были. Я уже там, и моя совесть была. Кактус. Что-то написали на кактусе? Что-то написали. Кактуси. И мы заехали в Ариасос. Это древний город Писидии. Честно, я уже не помню. Так что не буду сильно пытаться умничать. Который был построен 150 метров на горе Тау. Тавр-тавр-тан. Просто огромная, прикольная арочка, возле которой можно сфотографироваться, посмотреть. И там еще повсюду какашки. Козлячьи какашки. Странно, почему я замечаю только какашки. Но да ладно, окей. Вот такая вот здесь вот арочка. Огромная, бафа и красивая. Вот. Там еще дальше античный город, но не пойду. Очень высоко подниматься было. Вот. Пойду вниз. Главное... Хотя... Я только что хотела сказать, что главное не наступить в какашки козликов. Но... Могу сказать, что их тут очень много. Какашек козликов. Вот. Козликов нету. Дальше мы поехали в Сагаласос. Или Сагаласос. Но мне кажется, что Сагаласос... Это один из крупнейших, древнейших городов. Городов. В котором затерялось аж два амфитеатра. Вот. Я усталь подниматься по всем этим горям. Какая-то горная капуста. Одна я вру. Но мягонькая растенница. Следы козлика. Много следов козлика. Здесь вот такие древние развалины. Красиво. Вырезочки, пресочки всякие. Там также еще располагается древняя площадь, которая называется Гора. Она выложена мрамором. Там даже сохранились какие-то статуи. Ну, как сохранились? Их уже увезли. А на их место поставили копии. Но копии хорошие. Даже не скажешь, что это все обман. Вот такой вот здесь античный город. Красивые статуи. Красивые. Как это называется? Фонтанчики. Фонтанчики. Я пока даже добавить ничего не хочется. Нет. Там тетя. Там дядя. Там тетя и дядя без голов. Пятый день моего путешествия. Мы решили, что это слишком сложно гулять постоянно по горам. И что нужно немножко успокоиться. И больше не подниматься вверх. Нигде и никуда. И вот мы решили погулять по Анталии. Можно подойти воду попить. Чуть-чуть только кривовато сделано. Ну ладно. Зато освежиться и ноги, и руки, и все штука можно. Да, человек? Наливалка воды. Башня второго века. Вот. Немножко тут какие-то раскопочки ведутся. Немножко чуть грязненько. Ну ладно. Зато на горы вид красивый. Птички летают. Бабочки. Птички-бабочки. Котики ползают. Там котик. Ня. Вот такая вот небольшая башенька. Ну вообще не большая, а совсем маленькая. У меня у тети растут вот эти вот растения. Только здесь они побольше чуть-чуть будут. Вот. Цветочки зимой. И еще одна турецкая улочка. Все такое цветное. Халатики. Халатики. Можно в баньку сходить. Глазики на дереве от сглазика. Деревянные козлики горные. Но красивенько, однако. Вот такой небольшой здесь парк на набережной. С красивым видом. Алое! С красивым видом на бухту. Вот бухта. Бухта-бухта. Сейчас пойду спущусь вниз. Еще там тоже посмотрю. Смотровая площадка. Но водичка, конечно, красивая. Конечно, что мне не нравится в Турции, что вот тут стоишь на смотровой площадке, и вот тут все накидали уже много очень бутылок. Но вид красивый. Вид красивый, но если смотреть чуть поглубже, грязненько. Очень прикольное покрытие. Камешки. Такие. Камешки. Сейчас очень хорошо здесь гулять, потому что людей мало, зима, никого нема фактически. Ну, короче, в принципе, классно. Красивый кот. Отдыхаешь? Отдыхай. Бананы, кокосы, апельсиновый рай. Все, что хочешь предложить. Можно и звезды. Вот турецкий коконат. Он ничего не отличается от этого конговского. Вкусненько. Котики. Еда для котиков. Котик, привет. Там еще где-то был другой. А вон в клумбе еще один котик. Человек плетет ковер. И Том будет продавать. Красивые ковры. Пойду сейчас смотреть маяк. Семушки. Семушки для ровных пацанов. Вид на бухту с этого большого, небольшого, небольшого маячка. Все сидят, что тут. Рыбалают. Семки щелкают. Вот. Призыв на молитву. Слышно сейчас будет. Прощайте. Возможно, вы не вернетесь. Внимание, дорогу переходят коты. Знак. Вот. Чтобы котикам уступали переходить дорогу. Как мне показалось, вся Турция отличается тем, что там достаточно-таки грязненько. Там, во-первых, маловато мусора. Мусорки там собирают, как я поняла, только пакистанцы. Это может быть и взрослый человек, и маленький ребенок. У него за спиной огромнейшая такая тележка, за которую он тащит свой вот этот вот груз и собирает какой-то определенный мусор. Также в Стамбуле есть мусорки, которые находятся под землей. Я вроде их даже где-то снимала. Еще есть одна ужасная вещь в Турции, что в Турции практически нет морепродуктов. В Турции есть три моря, но отсутствуют морепродукты. Я не понимаю, почему это так. Это очень грустно. Я обожаю просто морепродукты. Но, увы и ах, в Анталии и вообще в Алании, везде, наверное, на прибрежье Турции можно поесть мидии. Но все эти мидии уже будут в них положены, ну, они будут, наверное, заранее как-то открыты. В них будет положен рис и маленький кусочек мидии. Так что для тех, кто думает, что ему откроют мидию, он скушает прям целую. Нет. Я испугалась, мне показалось, они живые. Небольшой турецкий рыночек. Такая вот вся красота. Еще один турецкий батон. Мне кажется, это не собаки, это турецкие батоны. Башня не ныреет. Вот. Ходила сейчас в музей, где сидели ненастоящие фигурки. И снова балкончик с панорамным видом. Плачут дети. Снять все красивое, чтобы никому не помешать. Он, наверное, там загорать сейчас будет. Да ладно, я знаю, что он будет крышу чинить или укладывать. Посмотрела я всю бухту. Вот. Смотрит еще одна турецкая булка. Ворота Адриана. Тут много голубей на стеночке сидит. А вот и Дзюденские водопады. Там еще радуга. О, ее видно все-таки. Вот так вот. А там попугаи сидят. Тут можно пойти поздороваться с попугаем. Привет. Ой, они дерутся. Ой, они что-то не поделили. Они поделили. Все-таки, наверное, Анталия, вот эти все пляжи, сам город. Особенно старый город. Мне очень понравился, потому что это очень красивые улочки. Вообще, вся Турция в целом, это какой-то мини-рыночек, где тебя постоянно кто-то что-то зазывает. То ли ковер купить, то ли еще что-то. И на самом деле в этом есть какая-то своя такая классная атмосфера, какой-то вайб. И через время ты уже привыкаешь к этому рынку. Но, честно, я не тот человек, который любит, когда его кто-то просто из толпы может выхватить и потянуть в какую-то палатку. Очень вкусные сладости. Наверное, мы все знаем не понаслышке. Но не именно те сладости, которые можно купить у нас здесь. А именно ихняя баклава, пропитанная вот этим вот сладким сиропом. Она действительно очень вкусная. Следующий город, в который я поехала, был Алания. К сожалению, я в Алании провела очень мало времени. Но у меня тоже остались очень хорошие впечатления, так же, как и об Анталии, в этом городе. Там очень красивый замок. Там тоже есть очень прикольная особенность, что если у нас в замок ты оставишь машину на парковке и все. Нет, там ты практически по всей территории замка можешь заехать куда захочешь. И подъехать к замку близко как хочешь. Мы приехали в Анталию для того, чтобы выехать в Сападеры. Это каньон, очень красивый. В нем протекает река, и ты просто идешь вдоль каньона по мостику, по вот этой речке. Кстати, в начале каньона меня встретили очень клевые гуси, которые меня укусили. А потом меня еще щеночек укусил. Это у меня такая особенность. Во мне такая, что куда-то я все влажу, попадаю, меня кто-то кусает или что-то еще. И вот я добралась до Сападеры. Вот тут вот встречает нас такая потрясающая агентство. Рыбок нету. Есть только знак не ловить рыб. Вот и водопадики там небольшие, и за мной шумят. Зато вот видите, рыб не ловить. Но рыб нету. Но цвет воды красивый очень. Листики еще такие попадали. Смотрите, собачка, у нее целых 8 щенков. Я ее накормила, теперь это моя новая подружка. Привет! Боже, какой ты сладкий. Иди сразу кусаться. Мы еще не подружились, а ты уже кусаться. Ну ладно. И вот еще один сладусик спит. Сладуська. Не, я не чапаю, не чапаю детей. Все нормально. Я тебя накормила, мы вообще дружим. Дружим же, да? А это маленькая сладуська твоя меня укусила. Сладенький песик. Маленький сладенький песик. Вот тебе какой животик. Итак, это первый подъем с хорошей дорогой. Вот здесь есть потрясающая горная речка. Ты идешь и смотришь на горную речку. Вот, собственно, начало самого каньона. Тут такая красивая дорожка. Идешь, любуешься, как шумит горная речечка. Не плавать. Здесь вели за ручку. Не кушать, никого не кормить, не курить и не сидеть. Только тут сидеть. И рыбу не ловить. И на камни могут на голову еще упасть. Все перевела. Все понятно. Ой, там, наверное, люди плавать спускаются, наверное. Но не точно. Водопадики. И вот там тоже оттуда водичка льет. Вообще здесь она отовсюду капает. То там, то тут. А вот тут обманули. Из трубы пустили, чтобы красиво капало на камешке. Эх, мы так и живем. Кажется, у меня есть предположение, почему собаки в Турции такие толстенькие. Хотя этот еще не толстый. Он просто лег и объедается. Он даже не хочет стоять и объедаться. И вот мы гуляли по этому прекрасному, потрясающему каньону. Это тоже было очень классно. Когда ты идешь, там горная река за тобой. Очень красивые виды, пейзажи. Я думаю, что летом там вообще классно, превосходно. Не жарко. У меня, по-видимому, очень маленький словарный запас. Потому что на все я говорила просто красиво. В какой-то момент я понимала, что мне нужно не говорить красиво. Но, но, увы. Увы, ах, оно все равно говорилось все красиво, красиво, красиво. Дальше после Сападера мы поехали в пещеру Дим, которая оказалась закрыта. Было грустно. Хотелось посчастить еще посетить. Хотелось посетить еще две пещеры. В итоге мы побыли только в Кароин. И дальше нас ждал очень-очень вкусный ужин. Дальше наш путь лежал в зиму. Мы поехали в Каппадокию. Сразу же я вам всем скажу, вы не увидите очень красивых видов с шариками. Потому что, хоть нам и говорили, что шарики тоже запускают и зимой. К сожалению, их не было. Потому что, не знаю, может быть какие-то погодные условия или что-то еще. Как бы на вторые, третьи дни уже в Каппадокии было все очень классно. Светило солнышко, было чистое небо. И, не знаю, может быть как-то группа людей не собирались у них. Первым делом, что я сняла, когда мы ехали шесть часов в Каппадокию. Это была тюрьма. Не знаю, зачем я ее сняла, но я решила, что я обязана вставить это в свой блог. Что Маргарита снимает? Маргарита снимает тюрьмы. Ну, прикольно. Турецкая тюрьма. Чуваки, вам не холодно? Беднежки. Вот такая Каппадокия зимой. Немножко холодно, но так, слегка. Можно за две лиры посмотреть вывеличилку. Кстати, в Алании это стоило одну лиру. Здесь уже дороже. Уже две. Но прикольненько. Там можно ходить. О, аптека. Фонарьки горят, фонарьки везде горят. Красиво, что красиво было. Вот я приехала в Каппадокию. Вот такой у меня вид с отеля. Вот сам отель. Еще очень так красивенько. Кстати, не холодно, хоть и зима. Не так холодно, как могло бы быть. Вот. Есть батарея в номере, так что все прекрасно. Все очень красиво украшено. Всякими старыми штучками. Вот всякие тут старые-старые штучки. Котик там ходит. Каппадокия, это, конечно, совсем другая Турция. Там другая кухня. Там, ну, я не знаю почему, но именно почему-то Каппадокия оставила у меня какие-то теплые воспоминания. Потому что, когда мы приехали, мне казалось, что вот Новый год. Там настолько много всяких вот этих вот милых каких-то фонариков, еще чего-то. Это все ночью светится, это все в горах. Немножко снегом такое все припушенное или не припушенное. Не знаю, как это правильно говорится. Если, когда я была в Анталии, в Алании и ездила по горам, это было просто какое-то объединение, уединение с природой. А тут нет. Тут ты просто поймал какой-то чилл, какую-то вот эту вот новогоднюю атмосферу. А может быть, просто я уже соскучилась по снегу. Ночью в Каппадокии вот как-то вот так. Какой-то джингл-белл сплошной. Немножко мокренько, но ничего страшного. Вот это горшочки, в которых готовят кебаб, а потом здесь специально в Каппадокии выставляют, чтобы вот люди смотрели и жаловались, что тоже хотят есть. Я пришла в ресторан в Каппадокии. Он находится в пещере. Вот тут вот так вот все красиво, очень колоритненько сделано. Я именно хотела попасть в ресторан в пещере, потому что это прикольно, как по мне. Единственный минус, что немножечко со стеночек сыпется в еду и везде. Вот, ну ладно. Ещё хотела ночевать в пещере, но не зимой, потому что зимой в пещере будет холодновато. Ну как же здесь классно в Каппадокии зимой. Не знаю, у всех смотрела всякие летние фоточки, снимочки, но по мне зимой здесь вполне классно. Сейчас только, наверное, минус два или даже ноль. Я вот не помню, ну вообще не холодно. Вообще-очень всё классно. Вот. А от отеля я вообще в восторге. Тем более в зимний сезон он стоит достаточно дёшево. Вот так вот. Вот такая вот красота ночью. Я не могу. Столько слов уже будет красота. Моё в этом обзоре Турции, что нереально просто. Вот. Так что пойду спать. А завтра буду исследовать Каппадокию уже. Буду смотреть красивые-красивые долины. Не хочется уходить спать, потому что очень-очень классно, очень-очень хорошо, хоть и идёт снег. Утренняя-зимняя Каппадокия. Вот. Всё заснежено. Где ни посидит, везде снег. Мяу, мяу, иди сюда. Вообще все турецкие завтраки так выглядят. В принципе. Много-много разных тарелочек. Бери да кушай. Вот. И солёненького, и сладенького, и остренького. Всего понемножку. Вот сидишь тут кушаешь, и вот такие вот виды открываются. Ляпота. Какие красивые лошадочки. Очень много красивых лошадок. Ну, какое кино. Open Air Museum. Это мусульманская страна. Но здесь, где раньше жили люди, вот тут есть следы христианства. Вот тут, например, ещё здесь замазаны очень много где лица святых. Вот. Возможно, это то, что мусульманская страна. Надо посчитать вот этот вот, конечно, вопрос. Здесь прям очень много всяких фресочек, всяких святых. Прям много-много. Вот здесь тоже видно какое-то старое поселение. В горах жили люди. Ну, прикольно, конечно. Вообще, очень классненько. Сейчас произошло только что самый большой обман. Вот здесь вход стоит 50 лир. Только вот в это вот помещенеце небольшое. И там такое помещение, абсолютно такое же, как было предыдущее. Просто больше нестёртых лиц. Здесь ещё какое-то помещение. Короче, больше нестёртых лиц. И немножко всё более красочное. Вот. Ну, короче, самое большое разочарование за 50 лир. Это, может быть, возможно, кто-то сюда ещё пойдёт, знаете. Кстати, я могу на билете показать. То есть всё вот такое, как на этой картинке. Более аккуратненькое, более цветное. Вот местами здесь вот затёртые лица. Но, ну, просто поменьше затёртых лиц. Если некуда потратить 50 лир, так же, как и мне, зайдите, посмотрите сюда. А если есть куда? Тут не так далеко было соседнее помещение, абсолютно такое же. Даже архитектура купола верхнего такая же. Я дурочка! Вот там ещё японец. Он купил себе книжечку про чай на японском. То есть там турецкая чашечка. Видно, что всё написано на японском. Он ходит и везде эту книжечку фотографирует. Путешествие маленькой книжечки на японском. Боже, я так щурюсь. Это из-за снега, потому что здесь так ярко всё. Красота! Красота! И везде, где есть какие-либо иконы, вот, обязательно. Ноу фото! Ноу фото всяких разных икон. Так. И всё ходит, и всё очень-очень сильно следят за этим. Но я делала фото. Я нарушала. Примерно вот такие там иконки. Хе-хе, я втихую подснимаю вам. А вот, кстати, здесь они решили и попоказывать парочку иконок, которые ноу фото, ноу видео. Ну ладно. Я вам всё равно подсняла. Ля-ля-ля. Собачки. Много собачек. Мне кажется, вот эти вот два больших снежка кому-то очень больно потом влетят. Какой красивый глазик у тебя. Блюдики на снегу. Вот. И поня. Маленький поня. С маленькими ножками. Кстати, там вот обдираловка людей. Там за 10 лир фоткаешься на фоне этих... Сердежка. Вот. На фоне середа. И рыночек, конечно же. Ну, мы что, забыли, что мы в Турции? Конечно же, мы на рыночке сейчас. Таком стихийном, образовавшемся. Это знаменитое глазастое дерево. Вот тут такой небольшой свинирный магазинчик. Я уверена, тысячу процентов, что тут можно купить, короче, повесить вот этот глазик. Но я уверена, что они потом развязывают, и потом заново это всё перепродают. Вот. Сто процентов. Сто пудово. Лайки. Каппадокия – это вообще в целом такое место, где просто оно вот основано полностью на туризме. Хочешь пофоткаться с шариками? Вот фотки с шариками. Хочешь пофоткаться с ретро-машинками? Вот фотки с ретро-машинками. Хочешь пофотографироваться с, я не знаю, лошадьми? Пожалуйста. Кстати, там очень много лошадей. Там у них есть ранчо. Пускают, они бегают у тебя на фоне, а ты фоткаешься. Но стоит это очень-очень не очень дёшево. Это прям такой какой-то центр туризма, что ли. И мне кажется, что все города, которые там... Я была лично в городе Гереме. Ещё я была в маленьком городе Аанасе. И мне кажется, что вот они просто живут из-за туризма. Ещё Каппадокия отличается тем, что это какие-то потрясающие, невероятные марсианские ландшафты. Которые меняются просто буквально от километр в километр. То это какие-то горы такие, которые просто гладкие, то это резко какие-то грибы. Все мы знаем, что они даже не совсем на грибы похожи. Но пускай будет на грибы. Например, из Долины Любви, которая, понятно, почему она так названа, если смотришь на эту долину. Эти грибочки, они просто огромные. А я, как гребитель грибочков, должна была исследовать их все. Потому что это все грибы. Здесь кувшинчики в Долине Любви. Можно что-то тут написать, оставить. А вот и сама Долина Любви. Опять же сердечко, в котором фоткаться. Я думаю, понятно, почему она так названа. Потому что скалы похожи на грибочки. Грибочки немножко с другого ракурса. Интересно, как там люди они спускаются, надо узнать. А то я не знаю. Верблюдик стоит, лапкой крутит. То одной, то второй. Ой, у него зарядочка, наверное. Так, сейчас спускаюсь к еще одним грибочкам. Тут люди уже уставшие поднимаются к ним. Точнее, от них. Знаете, что заметила здесь интересно? Здесь когда-то была просто проезжая дорога. Вот. Вот, как видите. И в какой-то прекрасный момент эту проезжую дорогу полностью перекрыли. И решили это сделать туристическим местом. Вот эти вот грибочки. То есть, раньше тут можно было просто ездить и проезжать все вот эти вот красивые грибочки. А теперь... Не-не-не. Платите, если хотите. Вот. То есть, там перекрыто. Там перекрыто. И сделан объезд. Вот тут вот, где забор. Сделан объезд. Ну, чё? Хитренько? В Каппадоке я заехала в потрясающий частный музей, который просто был превосходный. Я, ну, как бы, просто попала случайно в него. Я хотела попасть в подземный город, но, к сожалению, так же, как и везде, всё закрыто. Вы не попадёте. До свидания. Мы в пять часов уже всё закрываем. Но я надеюсь, что летом такого там нету, что просто всё закрывается, и ты такой, о, жалко, не попал. Итак, музей современного искусства. Покажу вам немножко современного искусства. Вот, но прикольно тоже оно всё такое сделанное. В пещерке. Старинные артефакты находятся разные. Вот. А там были картины более посовременнее. Но, как бы, очень-очень классно всё сделано. Вот. Это что? Пещера. Ну, конечно, надо заплатить за вход 50 лир, но, как бы, мы думали сначала, что это маленький музей. Но это оказался большой музей достаточно. Они, конечно, заморочились. Сделали здесь всё в скале небольшой. Вот. Так что всё очень так атмосферненько здесь. Всякие горшочки старинные. И украшено всё картинами. Тоже более современными. Как нам сказали, что тут, как смешанное идёт искусство, современное и старое. И это очень похоже, что это реально в настоящем песчанике сделано. Потому что прям видна порода, слои. То есть, я думаю, что это реально гора просто выскобленная и сделанная музеем. У меня так кроссовки смешно шумят. Вот. Но классно. Людей сезона здесь вообще немного. Ты ходишь так тихенько, спокойненько, расслабленно. Любуешься древностью. Мне прям нрав. Мне прям нрав. Всё красиво. Всякие подсветочки. Всякие экспонатики. Вот. У них даже есть магазинчик свой. Типа что-то понравилось, можете приобрести. Только то, что уже делается, а не то, что постарше выглядит. О, собачка. Рот открыла. Вот. Большой тарелка. Ещё второй большой тарелка. Боже, как красиво. Как всё блестит. Как красиво. Камера только не передаёт ничего. И ещё большой тарелка. Как я люблю коников. Красота. Блин. Опять красота. Какая красота. Очень большой кальян. Класс. И сейчас будет магия. Опачки. И всё светится. Это город Аванос. Здесь так очень колоритненько. Красиво. Гуляют большие собаки. Вот. Но мне очень, кстати, нравится этот город. Здесь очень чистенько. Очень всё аккуратненько. Вот. И много собак. Привет. Всё. На такую тему глиняных горшочков всяких. Потому что в основном здесь готовку делают такую, типа, запечённую в горшке, томлёную в горшке и тому подобное. Вообще, в Каппадоке есть очень прикольная штука, которую я всем советую попробовать. Это тейсти кебаб. Он делается в горшочке. При тебе этот горшочек разбивают. Иногда и тебе дают разбивать. Это прям целое шоу из этого. Вот. И это очень вкусно. И кухня Каппадоке отличается тем, что всё такое печёное в духовке. То есть, чтобы было всё более тёплое и так далее. Потому что там уже другой климат. Стараются приготовить что-то такое более согревающее, что ли. Там, в Каппадоке, я вот первый раз решила выпить, попробовать турецкую водку, турецкое вино. Водку такую, конечно, я ещё не пила. Она мешается с водой и белеет. И по вкусу она вообще похожа на что-то зубное. Но не на пасту. А на какие-то, не знаю, ополаскиватели и что-то ещё. О! Вот приблизительно на этом ишаке мне надо было подниматься в гору, подбираться, подниматься в гору. Приблизительно на вот таких вот ишачках. Ну, вообще, очень тихенький, спокойный, уютный город. Здесь, в Каппадоке, ну, то есть, в Гюреме, в этом Аваносе или Аваносе, я не знаю, как правильно. Здесь более чистенько всё, более убранненько всё. Потому что более такое туристическое место, что ли. Но, например, машину где-то оставить нереально. Тут просто куча-куча везде машин, везде всё забито. Либо платный паркинг. Но зато, если кушать, например, в Гюреме, будет дороже. А здесь покушать немножечко дешевле выходит. Вот как-то так. Только посмотрите на эти потрясающие улочки. Всякие гончарные изделия. Отличительная черта Каппадоки. Всё так красивенько. Шарички. Вот шаричков я ещё не видела, но я надеюсь, что увижу. Ну, если не увижу, то ладно. И тут тоже всё такое. Видите, вниз спускаешься. Там ещё будет рядышком гончарное производство показано. Вот. И, конечно же, котики. Кс-кс-кс-кс. Привет. Кс-кс-кс-кс. Иди сюда, я тебя поглажу. Кс-кс-кс-кс-кс. А, то есть ты гладиться не хочешь? Ты хочешь, чтобы тебя кормили? Да? Ещё один мяу. Гончарчик. Тейсти-бардак. Он, короче, наверное, готовит кувшинчик для Тейсти-кебаба, чтобы потом его разбить. Ишачки. Тут очень всё красиво. Мараба. Те, кто реально думает, что поедут в Каппадокию и без шариков там ничего не увидят, вы прям очень сильно ошибаетесь. Она оставила во мне какое-то невероятное впечатление. Место, в которое хочется вернуться прям обязательно. Естественно, обязательно увидите эти шарики. Но даже зимой ты будешь просто бесконечно там гулять, потому что это такая огромная какая-то атмосфера какого-то праздника, какого-то Нового года, какого-то такого чего-то невероятного рождественского. Просто достают вечером мангалы, разжигают небольшие костры, и ты проходишь мимо, а тебя зазывают. Пожалуйста, погрейтесь. Но я бы тоже не сказала, что там холодно. Я была в кофте и в пальто, и я не замерзала. Единственное, что там было, это ужасный ветер местами. Хоть и ночь, хоть и вечер, но сувенирчики, пожалуйста, покупайте. Вот какой-то дворик с коврами турецкими. Но тут даже в двориках достаточно таки чисто. Вот турецкие коврики. Сейчас открывала телевизор, смотрела. Здесь, кстати, есть очень-очень много китайской рекламы, которая переводится на турецком. И даже на достопримечательностях очень много где перевод не только английский, но и китайский. Ну, правильно. Первый язык мира. Китайский. Или нет? Или да? О, я нашла турецкую булку. Батон! Еще один. Тут уже есть китайские ресторанчики. Есть такие ресторанчики, где на улице вот тебе, пожалуйста, выставлено меню. Хочешь, пробуй. Вот, кстати, вот это тейсти кебаб так выглядит. Бери, пробуй, заходи, потом покупай и еще кушай. Вечер с турецким чаем. Сейчас мне еще принесут десертик. Я же говорю, сейчас у нас в Гиздеме все такое полупуд... Сиди да радуйся. Пудинг сютлач. Турецкий рисовый пудинг. Вот такая вот штучка. Первый раз буду пробовать. Динь-динь-динь. И вот посреди мусульманской страны мы нечаяненько обнаруживаем Будду. Кусочек буддизма. Итак, второй день в Каппадокии, и мы решили ехать в каньоны Ихлара. Этот каньон я нашла абсолютно случайно. Я его никак не прогугливала в интернете. Просто я его нашла по карте. Я не представляла, что он такой классный, огромный. Мне он даже, наверное, понравился больше, чем каньон Сападеры. Это просто очень широкий каньон, который проходит в скале. Там тоже идёт речка. И как оказалось посередине пути, что зря мы вообще туда не потратить решили не целый день. Потому что это огромный каньон. Мы прошли по нему всего 8 километров. И это было даже не треть пути. Сейчас будем спускаться, наше любимое спускаться. Потом любимое подниматься. Сейчас будем гулять по каньону. Там какая-то пещерка. Там уже гуси-лебеди. Только их сейчас не видно. Сейчас покажу. Я уже почти внизу. Пытаюсь не умереть и спуститься. Вон гуси-лебеди. К ним можно спуститься. Но я, наверное... Но я не знаю. Я хочу. Но страшно. Ещё раз убеждаюсь, что зимой очень классно ездить по туристическим местам. Потому что прям мало людей. Я представляю, сколько людей, когда много туристов. А тут буквально пару человеков. Ходит. Бродит. Уши заложила. Потому что что? Потому что да. Потому что я внизу. В ущелье горной реки. В каньоне. Там кто-то фоткается. Водопад. Обожаю, когда вот так вот речка расточила скалы. Так величественно и красиво. И водичка чистенькая, чистенькая. Там пещера. Там обитает мишка. Надеюсь, что нет. Вообще никто явно не обитает. Просто пещера. Только звуки речушки. И порой бывает иногда лавочка или мусорочка. Которая тебе всё-таки напоминает о том, что ты находишься в каком-то туристическом месте. А не где-то вообще глубоко-глубоко в лесу. Берёзы здесь вообще другие все. У них крона расположена как бы типа вверх. Вытянута. То есть, если у нас так чик-чик-чик распушённая, а тут так вверх расположена. А ещё вон там, вот, какое-то окошко. Либо там жили древние люди, либо гномы. Ой, там какая-то пещера. Ну, естественно, я туда сейчас пойду. Ну как? Как-то я сейчас туда не пойду. Я не знаю, будет видно или нет. Но, короче, тут в пещере всякие проходы. Точнее, в камнях. Всякие проходы. Возможно, я сейчас наберусь смелости и пойду вон туда. Но это не точно. Потому что, честно, одной туда немножко так... Нервишки шалят. Но там видно какие-то просветы. Это вот реально. Это напоминает просто начало каких-то фильмов ужасов. Хотя здесь видно, что здесь жили люди. Потому что вот это указывает на то, что они прям шкребли эту гору. Здесь отверстия всякие разные для чего-то были нужны. Конечно, если бы тут были бы наскальные рисунки, это было бы вообще вау. Хотя я думаю, если бы тут были наскальные рисунки, как показала вся Турция, это бы вход сюда стоил бы денег. Либо не фотографировать. Но фото, но видео. Чтоб вы поняли, как тут тёмненько. И я сейчас отсюда убегаю. Потому что мне очень-очень страшно. Одной страшно. Одной всегда страшно. Здесь ещё две пещеры. Но тут уже немножко стремновато лезть. Потому что очень-очень скользко зимой. Зачем строить дом, если можно выдолбить его в скале? Правильно? Правильно. Я тоже так считаю, что это хорошая идея. Вот когда они делают вот эти вот всякие свои домики в скалах ещё. То есть это низенько. Вот здесь повыше. А там ещё есть повыше. Как они излазили? Лестницы вировочные? Или что-то другое? Уточки чистят себе пёрышки. Они, кстати, побольше наших белорусских гусей. Точнее, уток. Ой, красавец. Красавец. Плыви сюда. Плыви сюда и улыбнись нашим зрителям. Плывёшь? Ой, привет. Если сейчас на меня нападёт утка, ребята, знаете, меня убила утка. Ой, спасибо. Как красиво мне сделали для видео. Вот такие вот здесь всякие коридорчики, построения. Сейчас будем смотреть, что внутри. Так, забралась я в какую-то пещерку. Конечно, я теперь не знаю, как спуститься, потому что такой очень плохой спуск. Сейчас я ещё спущусь, пойду вот по вот этим всем коридорам. Буду смотреть, что там. Ну, тут тоже должны быть иконы, потому что здесь находятся старые храмы, христианские. Ну, и, конечно же, вселиться уже давно не видно. Вот уже здесь видно, что здесь был старый храм. Вот тут иконы. Вот эти места, похоже, кстати, я видела, где хоронили людей. Возможно, я иду по каким-то старым могилкам. И кто-то ж ещё пришёл сюда, в горы открыл. Ну, как бы, потому что прошла я уже прям очень много. Ещё и поднялась наверх 10 тысяч раз. Так, я дошла практически до середины. Я нахожусь сейчас вот здесь. Где-то здесь я начала свой путь. И я нифига ещё ни половину даже не прошла. Ну, короче, это просто огромный каньон. Я прошла где-то только 8 километров по нему. Всего лишь таки. И тут ещё идти и идти. Итак, я вам недавно говорила, что я хочу подняться вверх и закончить свой путь. Потому что дальше это уже очень прям много. Времени просто нету. Здесь нельзя идти выше. Возможно, тут везде на скале есть сетка. Возможно, нельзя просто обходить, потому что, может, какие-то обвалы начали совершаться. Ну, короче, можете меня поздравить. Я буду пилить, скорее всего, весь этот каньон. Так, всё в порядке. Мне вот в этом маленьком офисике сказали здесь, что я могу подняться через 3 километра. Котик здесь сидит. Привет! Удалил меня? Мяу? Удалил? Да что ты бьёшься? Ну, вот я как знала, что надо захватить котиком вкусняшки. Эй, больно? Она меня поцарапала. Так, вторая. Иди сюда, крошечка красивая. На. Уйти. Будьте готовы, что вам прям придётся там походить, потому что он огромный. А дальше я заплатила за такси, чтобы меня отвезли обратно. Если ты где-то оставил в начале каньона свою машину, там тебя будет ждать такси, которое тебя довезёт до твоей машины. Вот, потому что обратно идти поверху ты навряд ли захочешь, когда ты очень много ходил. Когда моё путешествие по Каппадокии было закончено, нужно было ехать в Кейсери или Кейсери, чтобы доехать в Стамбул. В аэропорту котик и коробки. Котик и коробки. Я же не сильно боялась я этих всяких аэропортов, потому что никогда не была впервые в жизни. Ничего, куда, кого, чего делать, непонятно. Но вроде как оказалось всё проще, чем могло бы быть. В Стамбуле меня ждал дождь, град, снег, мокрый снег. Всё, что угодно. Гуляю по дождливому в Стамбуле. Вот такие здесь красивые виды. И жёлтенькие таксишки. Сейчас впервые буду пробовать жареные каштаны. Укорозу жареную, то я явно пробовала. А вот каштаны ещё не пробовала. Всё нормально. Я купила себе дождевик. Это как бы не холодно, но немножко, немножко дождливо. Вот. И если покупать зонтик, то может произойти, в принципе, следующее. Вот какой этих мальчиков. У них уже, это не зонтики, это у них уже какие-то крыши. Знаменитая, эти огромные кафешка. Я не знаю, что поговорить. Мечеть, ветер, дождь, мокрый снег, всё что угодно. А я вот этот, смурфик. Рыночек закрылся. Вот. Пакетики ПВ бросали. Вообще не следим за черепахами. Вот эти зонты ломаются просто как вообще. Не знаю, как что, но как вообще. В Стамбуле настолько маленькие улочки, что вот здесь что-то произошло. Стоит машина, и за ней уже всё. Вот, пожалуйста, пробка. Не объехать, не проехать. Всё. Вот так. А я наверх пошёл. Опять прекрасные подъёмы по всему городу, то вверх, то вниз. Так что на каблуках тут вообще не вариант. Only кроссовочки. Ещё две мечети. Такси. Вот жёлтенькие такси, это самые дешёвые. Есть ещё синенькие, это средние, и чёрные, это самые дорогие такси. А здесь рядом с мечетью продают семиты. Тут вообще на каждом углу продают то кукурузу, то семиты, то ещё что-то. Мечеть. Такая небольшая площадь. Ещё одна мечеть. И рыночек возле мечети, конечно же. В Стамбуле самое главное есть правило торгуйтесь. Вообще по всей Турции есть правило торгуйтесь, потому что иногда можно сторговаться просто до каких-то немыслимых цифр, когда тебе говорят, что это стоит тысячу лир, а в итоге ты уходишь и покупаешь это за 200 лир. Вот такая красивая крыша, красивая, у египетского базара. Тут в основном всякие специи, украшения, и что-то ещё. Здесь готовят что-то вкусное и выжимают сок. Фреш. Золото, бриллианты, старые лампы всякие. Вот. Ну, конечно, сегодня погодка, вау. Лучше чуть-чуть, чем вчера, но всё равно вот этот дождь, это просто брррр. Ужас. Собственно, и вход на Гранд Базар. Очень такой красивенький, металлоискатель обязательно. Здесь продаются разные специи, чаи, чаи. И вот поворот ещё влево, вправо. Большой достаточно. Ну, короче, вообще здесь дороже, чем на обычном каком-то рынке. Если просто найти, зайти на рынок, который возле Гранд Базара или там чуть дальше, то там будет дешевле. Можно ручки помыть. О, прикиньте, солнышко даже вышло. Просвечивает. Ура! Я в Стамбуле увидела солнышко. Аватары. Путь воды. Даже продаются пиавки. Ну, то есть, а мало ли ты хочешь себе дома сделать кровопускание и полечиться пиавками. Вот, пожалуйста. Как вы уже всё поняли, в Турции у меня была приобретена вот такая вот прекрасная чашечка. Вот такая вот вся красивенькая. Я не знаю, фокус у нас сейчас на чашечке, которую можно поставить вот так вот и ложить сахарочек. Вот. Естественно, в Турции я приобрела себе лампу Аладдина. Конечно же, сам вот этот турецкий глаз. Он меня будет оберегать теперь, непонятно только от чего. Вот эта покупка была для того, чтобы я могла притвориться Хюрем Султан. Ещё я купила себе вот такой вот блокнот. Тоже покупала для видоса. Покупка вообще вот решение принятое. А покупки это вот этот вот замочек. Это прекрасно вообще. Я захотела пить кофе, потому что мне очень сильно наскучился турецкий чай. я захотела пить. Макачино с белым шоколадом. Кстати, никогда не пробовала Макачино с белым шоколадом. И вот такое красивое заведение. Эйнштейн тоже кофе пьёт. Сегодня очень сильный ветер. Ещё одна мечеть. Вот здесь вот такие потрясающие мусорные пакетики, которые развиваются на ветру и мусор весь выбрасывают вот сюда наружу. Ну, кстати, здесь достаточно чистый сейчас мост, но очень сильно воняет рыбой. Прям очень сильно воняет рыбой. А вот здесь под мостом целая куча кафешек. То есть можно сверху по мосту ходить, можно здесь. И когда ты там проходишь, тебя прям зовут, чуть ли вот так вот не за руку тащит. Пожалуйста, зайди ко мне, покушаю у меня рыбы. Вон, слышите, вот кого-то он, возможно, там зовёт. Заходишь в метро и у нас тут опять оказывается рынок. Я иду к какой-то новой мечети. Я уже забыла какой, потому что очень холодно. Украшенницы всякие, серебро, золото, бриллианты. Ой, подсветочка красивая появляется. Даже как-то очень ничего. О, машинки, можно покататься, сесть. Все покатают по Стамбулу. Ага, я почти пришла. О, большой ананас. Ладно, я знаю, что это пальма, но похоже на ананас. А вот и начался призыв. Он там сидит и поёт, но 100% не там. Ладно, подойду к другой. Тут их очень много. Ну и возле мечети, конечно же, рыночек. Как же без рыночка? Без рыночка было бы уже не так. Я стою на фоне мечети. Ещё одна мечеть. Класс. На самом деле, сейчас уже вечер, потемнело, и несмотря даже на дождь, как-то вот сейчас прям Стамбул преобразился. Мусорки здесь в Стамбуле кажутся маленькими, но они подземные. Приезжает машинка, поднимает вот это всё вот так и всё. Из-под земли достается мусор. Здесь выпал небольшой снежок. Теперь в Стамбуле настоящая зима. Ну, как настоящая, такая лёгкая зимняя погодка. Можно покормить собачек денюжкой и потом там, наверное, покушать, высыпаться. Не знаю, я не проверяла. Вот такой вот он последний день в Стамбуле, в Турции. Снежный. Очень, очень снежный. Очень снежный последний день. Сейчас куплю кофе, меня уже вызвали трансфер и поеду в алипорт. И в завершении всего этого видео я хочу сказать, что я очень рада, что мне удалось действительно съездить в Турцию без турфирмы, когда ты предназначен сам себе, когда ты можешь выбрать время, куда поехать, как поехать. Это какое-то новое невероятное приключение. Было очень много нюансов, включая мое самочувствие, когда не удалось посетить столько мест, сколько я хотела, когда просто три дня они ушли в никуда, считай, из-за того, что я там чуть-чуть гуляла, но в основном я провалялась в отеле. Заканчивая тем, что было очень много закрытых мест. Но если я не попадала в какое-то место, я всегда попадала в какое-то новое место, как, например, в Каппадокии. Я не попала в древний город, но я попала в очень классный музей. Турция, она создает такое себе впечатление, в которое хочется действительно вернуться. Например, для меня это, конечно, не страна, в которой я хотела бы жить, но еще раз туда приехать, еще раз посмотреть на всю эту прекрасную природу, на все это разнообразие природы, когда ты можешь, еще раз говорила, я уже из лета, из лета приехать в зиму, насладиться вот этим изменением погоды, климата, каких-то ландшафтов, то есть это может быть то горы, то море, то какая-то невероятная пустыня, то какие-то скалы из стофа, это какие-то невероятные незабываемые впечатления. И в завершение вот этого моего первого ролика на ютубе хочу сказать, что всем огромное спасибо, если вы действительно досмотрели это видео до конца, поставьте лайк, если оно вам понравилось, напишите комментарий внизу, что-то там нажмите на колокольчик, я не знаю, что это и как это все говорить, нет, я знаю, что это, я просто не знаю, как это все говорить, я не привыкла, вот, и всех обнял, поднял, поставил и всем сейонара. сейонара.